Особое мнение на 101FM Боролся с Вячеславом Шпортом Что было главным на этих выборах Для вас, как человека, который там был Для меня, вы знаете, много нового увидел Ну, во-первых, Хабаров, кстати, очень далеко И там, в принципе, наверное, можно много чего для себя нового увидеть Но вот с точки зрения организации политического процесса С точки зрения восприятия людьми тех процессов, которые происходят Для меня все было новое Во-первых, регион намного живее, чем наш Активность избирателей намного выше Это даже не только в явке проявляется Кроме шуток, несмотря на то, что давно занимаюсь выборными процессами Впервые увидел, как город действительно живет выборами В день голосования едешь на такси Таксист звонит жене и спрашивает, проголосовала ли теща Ну, вот я это видел впервые И когда подсчет голосов происходил Тоже было странно увидеть людей, которые Фактически уже ночью ходят и узнают А как там результаты, а кто побеждает То есть вот в Кирове я такого не видел В других регионах, где довелось принимать участие в выборных процессах Хабаровск и, кстати говоря, Владивосток, Приморский край Этим отличаются Это первое соображение Второе соображение, что, ну, бытует мнение, что в регионах, где не побеждал кандидат от Единой России От правящей партии А побеждал кандидат любой другой Ну, то есть против всех Что-то вот такое В Хабаровске точно не так В Хабаровске голосовали прям зафургало То есть это политик, который проявил себя Который показал себя А он же местный Фургал, он же местный, Хабаровский Он родился в одном из районов Хабаровского края То есть действительно человек оттуда И знает и проблемы И работая в Госдуме, он как раз Эти проблемы наверняка поднимал Не возьмусь сказать, потому что не следил за его работой В Госдуме столь пристально Но вот наверняка жители что-то для себя отметили И голосовали вот так Это меня действительно удивило И хочется же сразу проекцию на Кировскую область наложить Возможно ли это у нас Мне кажется, вот то, о чем мы с вами, Светлана, давным-давно говорим Что должно, наверное, когда-то произойти Что вдруг жители любого региона В том числе Кировской области На выборы когда-то должны прийти В Хабаровске это уже началось Началось, что отрадно, не только в Хабаровске Потому что если посмотреть по другим регионам Происходит примерно то же самое Да, может быть, где-то есть позиция Где вот сейчас голосование было в сентябре Да, есть позиция наверняка Когда люди идут на выборы И голосуют, лишь бы не тот, кто был Это уже неплохо В дальнейшем, наверное, те политики Которые пребывают в каком-то инертном состоянии Поймут, что их время приходит И они способны И могут руководить регионами, районами И так далее Они проснутся и придут В конце концов, может быть, те инициативные граждане Которые на выборы пришли Проголосовали за кого-то В ближайшее время поймут, что они сами готовы Управлять и инициатива проснется Понимая, что люди готовы Прийти и сделать осознанный выбор Вот то, чего нам не хватало Это осознанного выбора Он начинает приходить и появляться В тех регионах, по крайней мере, где выборы идут Это очень отрадно Давайте поговорим на тему Свой-несвой Да, я бы там слово варяги вычеркнула Из нашего разговора совершенно Однако мы видим и по ситуации В Хабаровском крае И по ситуации во Владимире Где Синягин победил Тоже местный Да, он представитель ЛДПР Но он тоже местный Когда этих двух кандидатов ЛДПР выдвигали Вы оба эти фактора учитывали Или нет? Это просто были фигуры Лидеры ЛДПР Вот которые Вот местность Или, по крайней мере, какая-то Привязанность к региону Традиционно учитывается При подборе кандидатов По крайней мере, у нас Здесь ведь, Светлана Вот когда вы говорите Используем, не используем Слово варяг Свой-чужой Вот такой критерий Когда выбирать Надо глубже посмотреть Что дает свой, что чужой Выборы без выборов Вот это то, от чего устали люди И то, против чего Они голосовали Даже если смириться С позицией, что люди Не хотели тех, кто был И голосовали за тех Кто является альтернативой Даже если Вдруг согласиться С этой позицией Здесь как раз История про Отсутствие выбора А давайте Назломами отморозим уши Даже если Согласиться Вот с историей Что голосуют против А не за Хотя еще раз По Хабаровску Там голосовали за Про Владимир Не возьмусь говорить Потому что там не был Выборы с выбором Это то, к чему сейчас Избиратель привыкает То есть мы Оказывается Можем выбирать Для многих удивительно И вот опять же Если мы говорим Свой, чужой Не важно Свой или чужой Если я могу Выбрать Из Во-первых Списка кандидатов Чего Даже в тех регионах Где выборы проходили И где вот сейчас Можно говорить о том Что смена власти Произошла По большому счету Широкого спектра Кандидатов не было Ну это и пресловутый Муниципальный фильтр И так далее Другие вопросы Зачисток Все присутствует Но появилось понимание Что хотя бы Даже из того Что мне предлагают Из тех кандидатов Которых предлагают Я могу выбрать Свой или чужой Не важно Мое мнение Не важно Да Владимир Когда вы сказали Что на зло маме Отморожу уши То есть вы Таким образом Обозначаете Это голосование Как протестное Если даже С этим согласиться Подчеркиваю Потому что Весь интернет забит Что люди голосовали Против Единой России Да я хотела Как раз По фургалу Не согласен Уже скажу Да Уже повторюсь Да Фургал это политик Который у себя В регионе Ну на минутку Избрался по Одномандатному округу В Государственную Думу Второй пункт Избрался губернатором Не может быть Вот два пункта Голосовали То есть голосовали Вы считаете За конкретного человека Да там да Там уверен Хотя там Ну если мы опять же Проецируем все На Кировской области Это наверное Малозначительный фактор Для среднестатистического Жителя Кировской области Для нас с вами Но это подчеркивает Тот факт Что да Наверное Доля правды В том что Кандидаты в первую очередь Должны знать местные проблемы Это важный фактор Определяющий или нет Не могу судить Ключевое для меня Лично Это ну там Во первых Понимание проблем В регионе Человеком Который приходит Им руководить И безусловно Чтоб я этого человека Ну условно говоря Понимал Да Чтоб у меня действительно Был осознанный выбор Когда я ставлю галочку В бюллетене Если я голосую Просто потому что Ну кто-то прислал Кто-то поручился Сказали что Ну а другого нет Вот это вот уже не выбор Тогда давайте вернемся На год назад И посмотрим Как проходило голосование Во всей России В том числе В Кировской области Тогда вот такой ситуации Не было Ведь совершенно спокойно С достаточно большим отрывом В нашей области Проголосовали За Васильева Которого прислали сюда Назначили практически Он здесь был год Он представитель Единой России Да ведь? Он представитель Единой России Он не местный По-моему Игорь Иванович Член Единой России Да Он не местный Еще только входил В курс дела Достаточно сложного региона После сложных событий Которые происходили Да Когда был посажен Губернатор бывший Когда вычищено было Абсолютно все правительство Чисто поле просто Вот чисто поле Да И проголосовали С большим отрывом Я не зря Употребляю такую формулировку Как среднестатистический Кировчанин Я собственно Себя к таковому отношу И для меня Была Вот та Атмосфера Та обстановка Которая есть В Хабаровске Удивительно И еще раз Насколько живее Хабаровский край Можно прочувствовать Будучи родом из Кирова Будучи среднестатистическим Кировчанином Не возьмусь сказать Что если бы выборы В Кировской области Проходили в этом году Что-то бы Кардинально поменялось Но по крайней мере Отрадно осознавать Что где-то в России Люди осознанно Подходят к выбору Понимают Что у них есть Хоть какой-то выбор Да Давайте начнем Сначала пользоваться Теми Небольшими возможностями Выбора Которые у нас есть Дальше больше Элиты кстати говоря В Хабаровске Зафургала Не все Очевидно Потому что Регион Он и богаче Чем Кировская область И естественно Кто-то поддержал Кто-то поддержал Бывшего Кто-то Ну там Все весьма сложно Было в процессе Как раз Подготовки К тому же второму туру Кто-то Поменял свои предпочтения Уже в ходе Ну элитам иногда Проще дружить С победителем Это чувствовалось Уже там На финише кампании Итоговый результат Собственно говоря Подтвердил Прогнозы Поэтому Разношерстно Там все Ну последнее Про Хабаровск У ЛДПР Теперь при новом Губернаторе Больше шансов Получить места Дополнительные В УЗС В городской думе Ну давайте Пофантазируем Если Фургал Не сможет решить Вопрос большинства В законодательном собрании Ему очень сложно Будет работать Губернатором Это очевидно Он всегда будет Заложником Законодательного собрания Установок сверху И так далее То есть всегда Придется договариваться А сейчас там Какая пропорция Единоросс Сейчас Единороссы Занимают большинство Но фракция ЛДПР В законодательном собрании Там изначально Была большая По-моему Шесть депутатов Трудятся Плюсом Светлана Мы же не говорим Что там ЛДПР Должна быть Новой правящей партии Вот такой задачи нет Ну я просто Про отдельно взятый регион Хотела бы понять Я понимаю Что вот Все здравомыслящие Силы Должны составить Там коалицию И поддержать губернатора То есть вот У них там Должна возникнуть На мой взгляд Фракция Патриотов Хабаровского края Назовем ее так Если человек Является Сторонником Единой России Но помнит Что его избрали Избиратели Хабаровского края Каждый раз Проецируя на Кировскую область Пока мы говорим О Хабаровском крае Да почему нет Пусть он будет В любой другой партии Но преследует Интересы Жителей Хабаровского края Вот если это получится Ему будет Комфортно работать Губернатором Достигая результат Если не получится Будет сложно Владимир Костин Заместитель Представителя ЗАГС Собрания Кировской области Депутат от ЛДПР Мы продолжим Еще про выборы После короткого перерыва Продолжается программа Особое мнение У микрофона работает Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает Владимир Костин Я должна сказать Что запись Особого мнения Вечером будет выложена На сайте Хакирова.ру У нас уже несколько месяцев Доступна функция Чтения программы То есть у нас есть Текстовая версия программы И я вижу Что вы Наши слушатели Любите почитать Потому что Возросла значительно Больше чем в два раза Возросло количество Просмотров И посещений И глубины просмотров Вот этих особых мнений Читать любят Видимо у нас больше Я точно Я скорее прочитаю Чем послушаю Поэтому здорово Что вы Текстовые трансляции Тоже видите Да Но вот видео будет сегодня Аудиозапись будет сегодня А текст программы Появится в течение Ближайших двух дней На сайте Хакирова.ру Они красной плашкой Текст программы Доступен Отмеченный На эхакирова.ру Еще раз Все равно Про выборы Вот когда мы говорим Про Хабаровский край Мы безусловно Конечно Проецируем Эту ситуацию На Кировскую область И на всю страну Мы смотрим Я не зря задавала вопрос А что будет Законодательным органом Этого края Будет ли Каким образом Представляю И начнут И начнут мыслить По-другому Самая большая фракция 23% Депутатов Самая большая То есть Насколько был Разношерстный парламент И это хорошо И вот опять же Там Партийная То что хорошо Я даже с вами спорить не буду А сейчас ситуация Другая Безусловно И когда принимается Бюджет На уровне Законодательных собраний Региональные бюджеты На уровне Федерации Федеральный бюджет Мы вообще Можем сейчас с вами Хотя бы вспомнить ситуацию Когда вставал бы вопрос О непринятии бюджета Еще при Ельцине Последний раз Такое было И депутатов обвиняли В том что они оставляют Всю страну без бюджета Фактически Там бросают на произвол Судьбы К слову Вот уж развивая мысль Хватит о Хабаровске Пора возвращаться В Кировскую область У нас Сейчас переносятся Сроки принятия бюджетов Мы бюджет будем принимать В декабре То есть фактически У депутатов опять Не будет возможности Голосовать против Потому что вы враги Оставляете регион Без бюджета Фактически на произвол А потому что Видите ли Федеральный бюджет Отверстается позже Поэтому чтобы нам Не переписывать Десять раз бюджет Раньше всегда могли Сейчас не можем Нужно переносить сроки Маквеева Конкретно говорит Что это уже не пробный сценарий Хотя мы пока сейчас Пересмотрели сроки Только на этот год А нужно внедрять практику На совсем Я категорически противник Этого Потому что Опять же Мы говорим о том Что законодательная власть Фактически у нас Самоупразднилась А никто По этому поводу Даже слова не сказал Из депутатов Категорически против Категорически против того Чтобы правительство Исключительное право Имело по формированию бюджета У нас конечно же Сейчас есть возможность Вносить поправки Есть возможность Не принимать бюджет Но давайте сейчас Пофантазируем В декабре Вдруг мы Имеем ситуацию Когда депутаты Не приняли бюджет Хоть одна поправка Которая Депутатами Выносилась Радикальная Которая отличается От позиций правительства Принята Нет То есть законодательная Власть Давно Не принимает участие В развитии страны В данном случае В развитии региона По вертикали Пройдемся Госдума Та же самая история Ничего не меняется Что вы там делаете Тогда Владимир Законодательный Сейчас В нашем собрании Есть ли такая ситуация Знаете Светлана Каждый раз Не жалко время Тратить на бессмысленные Задаю себе вопрос Каждый раз Вот Я надеюсь Все таки Для меня Еще раз Елей на душу Ситуация в Хабаровске Я надеюсь Что сейчас Раз уж мы Пускай не отвыкли А не привыкли К тому Что у нас Есть выбор К тому Что у нас депутаты Должны участвовать В жизни Нашего региона Нашего государства Надо к этому Начинать привыкать Если нас сейчас Пока меньшинство Думающих таким образом Ну значит Мы Я надеюсь Не горстка идиотов А те люди Которые просто Являются первопроходцами Пускай следующее Закособрание С нами или без нас Но будет уже Принимать бюджет Будет там отчитываться Избирателям То о чем мы Каждый раз говорим Ну вот эти сигналы О которых вы сейчас Говорите Выборы Которые прошли В сентябре Они обсуждаются И будут еще Долго обсуждаться Потому что За ними Также последовали Отставки Действующих губернаторов Мы их наблюдаем Сейчас в стране Их перенаправляют На какие-то Другие там Должности С чем вы это Связываете У меня вот Три варианта Традиционной Отставки по осени Как говорят Некоторые эксперты То есть Кремль всегда Этим занимается Чтобы как говорится Не засиживались На одном месте Вздрагивали И ожидали Кого Куда значит Перенаправят Второй вариант Убирают старых Губернаторов Тех кто давно Уже на этом месте Меняют на новых Прогрессивных Опять же Вот то что вы говорите Лишь бы не этот Который был Давайте нам новенького И третий Это все-таки Связано с рейтингами Единой России И президента Который неразрывно Связан с этой партией Поскольку они Сильно упали После Мы уже про Медведева Вообще ничего не говорим Поскольку сильно Рейтинги упали После объявления О пенсионной реформе Мы видим По всем показателям Всех практически Рейтинговых агентств Что это действительно так И таким образом Кремль зачищает Губернаторов Которые не справились С введением Этой пенсионной реформы В регионе С ее обсуждениями И прочим Вы больше склонны К какой позиции Придерживаться Все в комплексе Здесь Все процессы Которые происходят Безусловно влияют На Замену губернаторов Например Никто не ожидал Ситуации Которая произошла В Приморском крае Совсем никто не ожидал К этому Не были готовы Поэтому план Б Не сработал Его не было В принципе То есть вот Те вбросы на 5% Посчитанных Бюллетеней И люди Которые потом Вышли на улицу Отмененные выборы Это в принципе Нонсенс Это уже Первый сигнальчик К тому Что у нас Есть выбор Выбор их По крайней мере Отменили По крайней мере Того Кого навязывали Приморцам Он не прошел И он не баллотируется Больше Хакасия Такая же история То есть вот Все это сигналы К тому что Правила игры Меняются Избиратель понял Что есть право Выборать Я им как-нибудь Вы очень оптимистично После Хабаровска Конечно настроены Жалко что вас там Не было Вы тоже были Оптимистично настроены Так вот Светлана Я еще раз говорю Это в комплексе Вся история происходит И сейчас Либо Власть Ну Кремль Как вы сказали Поймет что Нужно Принять реалии И все таки Смириться с тем Что избиратель Кое где Кое когда Все таки Проявляет свою Гражданскую активность И избирает Либо придумать Новые правила игры У нас после 12 года Были придуманы Новые правила игры Которые вроде бы как Никак не повлияли На рейтинг Единой России Если там мы говорим О каком-то честном Справедливом рейтинге Напомните Как поменялись правила После 12 года У нас в конце концов Госдума избирается С одномандатными списками Сейчас да И вдруг почему-то Я неоднократно слышал Этот вопрос Почему все мы голосовали Там за ЛДПР Ну кто-то наверное За КПРФ Ну в общем за оппозицию А большинство сейчас Парламент Это Единой России Почему Потому что как раз На флажке Меняются правила игры Вдруг вводятся Одномандатные округа Человек естественно Не разбираясь в политической системе Выбирает того У кого В его агитационном листе Написано красивее Кто может быть Там дал лишние 500 рублей И так далее По факту Мы получаем Госдуму Которая почему-то Голосует за Повышение пенсионного возраста То есть вы оптимистично Так вот будучи настроенным Считаете Что Кремль Администрация президента Которая конечно же Участвует непосредственно На значении Там губернаторов И прочее Что они сейчас Посмотрят Так вот как вы Да ситуация в стране Меняется Будем работать В этом тренде Они придумают Собственные правила Для того чтобы Этот тренд задавить Не исключено Что собственные правила Будут придуманы Но вот Если в 2012 году Их получилось придумать Да ну путем там Введения вот этих самых Одномандатных округов Где-то есть Империали так называемые Вообще На мой взгляд Практика Просто сумасшедшая Ну когда там Условно говоря Там голоса Которые Не учтены То есть испорченные Против всех И так далее Распределяются Среди партий Которая победила Ну просто Знаете вам В пользу единой России Разумеется Да То есть вот Империали вообще На мой взгляд Просто Безобразие полнейшее Но это есть А сейчас Такие штуки Уже на мой взгляд Не пройдут Потому что Вот эти все шествия С плакатами тех Кто голосовал За пенсионную реформу Подтверждают Что Недовольство снизу Оно сейчас Настолько велико Что Вот это шулерское На замену Правил Во время игры Ни к чему хорошему Не приведет В Приморье попробовали В Хабаровске Даже пробовать не стали Если в Приморье Вот этот вброс Там состоялся На 5% Абсолютно Вот бездарный Идиотский Ни к чему хорошему Не приведший То в Хабаровске Уже побоялись Побоялись Ни там Фургала Ни кого-то Хабаровчан И более того Всего Приморья Всего Дальнего Востока Потому что там Жители Очень активные И Поверьте Вот то что Звучало на улицах Там Где-то На рынке У таксиста И так далее Это в принципе Можно было Трактовать Как призыв Госперевару Это люди Да Две минуты у нас До перерыва И про рейтинги Надо было все-таки Надо нам сказать Еще раз И фонд общественного мнения Или водоцентр И даже в ЦОМ Они после объявления Пенсионной реформы Показывают Снижение рейтингов Единой России Президента И Медведева И как бы президент Не выходил С заявлением По пенсионной реформе Значительно Это рейтинги Не укрепило У нас традиционно В стране Принято Чтобы рейтинги Были очень высокие Прямо зашкаливали Как вы считаете Что предпримет Сейчас администрация Президента Может быть И сам президент Политотехнологи Для того Чтобы эти рейтинги Снова взлетели Что предпримет Я не знаю Но могу Пофантазировать Что правильно Было бы сделать Ну точно Открутить гайку Вот сейчас Без этого Совсем никак Насколько Сильно открутят Эту гайку Вот здесь Все зависит От администрации Президента Не знаю Но рискну предположить Что замена губернаторов На губернаторов От оппозиции Вот те замены Которые состоялись Это первые ласточки Мы наверняка получим Более политически Разношерстный Губернаторский сектор Как мне кажется Не исключаю Что в уступке Пройдут И по Мне хочется в это верить По развороту Бюджета В сторону населения А не только В сторону Крупного бизнеса Макробизнеса Который естественно Поддержку получал Получает И будет получать Но наверное Это не ущерб Большей части населения Ну надо понять Что большие средства Пускались на Военно-промышленный комплекс На оборону На Сирию И так далее Плюс теперь еще Ведь у нас Различные технологии Водятся И обсуждаются Меры для поддержки Например Как вы говорите Суперкрупного бизнеса Дерибаски Который так сильно Пострадал от санкций Ну и многих таких Каждый виток санкций Сопровождался Поддержкой Макробизнеса Неужели вы думаете Что вдруг Из военных Раскодов Деньги Отрежут И на социалку Например Передадут Нынешнему правительству Везет И доллар Пошел вверх Соответственно В рублевом эквиваленте Денег В стране Будет больше И их наверное Можно будет пустить На социалку Если доллар Продержится Какое-то время Отрезать ничего Не будут В своих расходах Не потребуется Просто у нас Не будут прирастать Фонды Благосостояние Накопление И так далее Эти деньги Либо через фонды Либо напрямую Пойдут на поддержку На поддержание штанов Давайте откровенно Тех незащищенных Слоев населения Которых у нас Очень и очень много Это Владимир Костин Его особое мнение Вы слушаете Через полторы минуты После перерыва Мы продолжим Особое мнение На 101FM Владимир Костин Заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской области Депутат ЛДПР Высказывает Своё особое мнение Сегодня У нас в студии Программу ведёт Светлана Занько Да Владимир предлагает Приземлиться Всё-таки На территорию Кировской области Может быть Даже города Кирова Но я Не зря Про Хабаровск Так Вас расспрашивала Подробно Это очень важно Потому что Когда мы Здесь живём Надо понимать Что вот там У людей По-другому Формируются процессы И даже признаки Гражданского общества Уже явные Сейчас налицо То ли оно уже работает То ли формируется То же Все живём В одной стране Это не так далеко Это не где-то за морями Это вот здесь У нас в России Это у нас в России И в регионах Ситуация совершенно разная Поэтому важно Анализируя ситуацию В Кировской области А все процессы Взаимосвязаны В том числе Экономического развития Социального развития Взаимосвязаны В нашей жизни Хочешь ты этого Или не хочешь Голосуешь ты Или не голосуешь Всё равно Поэтому важно Себя сравнивать Тоже Как там происходит Какие тренды Намечаются Как-то на нас скажется Но в нашем регионе Много чего тоже происходит Я предлагаю Сейчас сделать Такой, наверное Блиц Потому что у нас Остаётся буквально 13 минут И есть несколько Очень серьёзных вопросов Вы мне сказали Что на каждый из них Готовы ответить Большие споры И напряжение Сейчас вызывает Вопрос Формирования Городских округов В регионе И параллельно с этим Мы видим Отставки глав поселений Причём люди Сами слагают Себя полномочия Что вообще происходит Кто это делает С какими целями Глава поселения На мой взгляд Это вообще Одна из самых Расстрельных должностей Я не буду касаться Крайностей Понятно Что есть люди Которые приходят Исключительно Со своим корыстным Интересом Работать в органы Госвласти В том числе В муниципальное образование Мы их За скобки выводим Но есть примеры Когда люди Действительно работают Но ввиду того Что есть 131 закон Который определяет Наличие Огромного количества Полномочий И не определяет Откуда берется Финансирование На эти полномочия Вот быть главой В этой ситуации Очень тяжело И те люди Которые Хотят что-то изменить Вот упираются В эту стену Когда вроде бы Ты тельняшку На груди порвал А все равно Ничего сделать не можешь Тебя еще посадили А тебя еще и посадили Пример Когда за 10 тысяч рублей Люди В колонию строгого режима А как эти 10 тысяч рублей Он взял Это отдельный разговор И на что То есть Это все очень живо И когда потом Сход населения Проходит И они говорят Нет вы нам его верните Мы знаем что он не мог За скобки Мы и эту ситуацию Уводим Это уже тоже там Радикально Так вот у нас сейчас Пока 131 закон Будет действовать И пока полномочия Не будут подкрепляться Финансово Не хотите деньги Давать в поселение Давайте их целевым образом То есть В конце концов Бюджетируйте так Что деньги в поселение Бы не заходили А условно говоря Казначейство района Определяло все расходы Вы когда говорите Бюджетируете Вы к кому сейчас апеллируете Вы знаете Это даже не власть региона Потому что очевидно 131 федеральный закон Принят в государственной думе С подачи Федерального правительства И вот мы здесь Только с мест Опять же Можем как-то Раскачивать ситуацию И обозначать Граждане Вот у вас в Москве Может быть денег И хватает На исполнение полномочий И на то Чтобы сверх меры Еще доплачивать Людям к пенсии Сохранять А может быть Даже довводить Новые льготы У нас здесь Не так Приезжайте к нам Не с экскурсии Там министра Или замминистра Определенной По Открытие того Предприятия Открытие сего Или там На минуточку Построенным Тротуаром А приезжайте В тубдиспансер Мне показали фотографии Вчера Из тубдиспансера Я вам скажу Там страшно И вот если вдруг Заместителя министра Здравоохранения Привезти туда Наверное Сильно изменится Отношение к здравоохранению В Кировской области Об этом мы много говорим И в стенах Заксобрания Надо для начала Честно сказать У нас не хорошо У нас во многих местах Плохо И нам поэтому Нужны ваши деньги Не ваши москвичи Или федералы Как говорят деньги А наши Которые мы в том числе Платим в виде налогов Если мы вам не нужны Так и скажите У нас такая горе федерация Где вот регионы В которых По каким-то причинам Ввиду может быть ошибок Руководства Нет возможности Зарабатывать столько Сколько есть необходимость Тратить Ну давайте об этом Честно скажем И тогда вот опять же Перераспределим Те деньги Которые у нас есть В нефтяных регионах Где у нас Просто сосредоточена жизнь О Москве говорю Там же есть деньги Но у нас их почему-то нет Мы хуже Мы какие-то другие россияне Нет Светлана То есть Вот речь о том Что То что нам предлагают Возвращаясь к вашему вопросу Оно не решит проблему Городские округа Конечно Не решит проблему То есть мы Экономика лучше не станет Муниципалитета Решили поменять слагаемые В надежде на то Что сумма поменяется Она не поменяется Потому что Если мы сейчас Оставим поселение Без представителя власти У нас в поселениях Наступит анархия У нас уже там Участковых нет Уже Реформу полиции провели Там по большому счету Сразу Резкое и пьянство И преступность И все держится Какая-то инициатива была Ввести городские округа Кировской области Очевидно Что это инициатива Правительства Кировской области Наверняка С подачи Федерального правительства То есть есть какие-то Федеральные тренды Но повторюсь Пока мы Не наделим Полномочий Не добавим туда денег У нас ничего не поменяется И последний вопрос По этой теме Вот вы говорите Что надо решать На федеральном уровне У нас есть несколько сенаторов И депутатов Госдумы И что? Что они делают Мы с вами Об этом начали говорить Сейчас Законодательная ветвь Власти Это по большому счету Предаток Исполнительная ветвь Хорошо Мы вычеркиваем Госдуму У нас есть сенатор Недавно Тимченко К вам приезжал Правильный вопрос Вячеслав Степановичу Тимченко Задавали Вы же знаете Ответил Ну да Ну вот А зачем нам такие сенаторы тогда? Вы спросили Повторю этот вопрос А зачем тогда вообще заниматься Законодательной деятельностью? В нынешней ситуации Только для того Чтобы что-то поменялось на будущее Потому что Изменить бюджет сейчас В нынешних условиях Не будучи представителем Даже не представителем Одним из представителей Правящей партии Невозможно Потому что Всегда вас спросят А вот вы хотите Допустим Детям-сиротам Добавить деньги А вы у кого их заберете? У пенсионеров? А в пояснительной записке К поправкам в бюджет Вы не напишите А давайте может быть Мы пересмотрим Отношение К макробизнесу На уровне региона Это в принципе невозможно Да То есть Мы живем в бюджете Там 46 миллиардов рублей То есть Светлана Здесь Это все сигнальчики наверх В общем Я правильно понимаю Вот эта новая программа По городским округам Вы считаете Она не принесет Никакой пользы А может быть Даже вред нанесет Я уверен Что она Вот В нынешней редакции Как минимум Нас застопорит А это уже вред Нужно честно сказать Денег не хватает Мы Сейчас остается у нас Буквально 5 минут Еще сужаем Территорию нашего присутствия И поговорим Про город Киров Про прикладные Совершенно вещи Первое То что дорожный контракт Который Я так понимаю До 19 октября Должен быть разыгран Снова Затачивается Как говорят здесь Активисты Под крупные лоты И крупных подрядчиков Хорошо или плохо Плохо однозначно Вообще любая конкуренция Приводит К двум вещам Мы можем потерять В качестве И это плохо Мы можем Сэкономить на цене И это хорошо Задача Сделать так Чтобы мы не теряли В качестве И экономили на цене Ну соответственно Жесткий подход К отбору подрядчиков Правильно Не с точки зрения Выбора своего А с точки зрения Выбора Того кто может Сделать качественно Правильно прописанное Техническое задание Предопределить Что мы наверняка Получим широкий Спектр заявок И люди будут Биться за Получение этого контракта Потому что Извините Господряд Это всегда Выгодно Потому что Вам точно заплатят И он наверняка Написан Специалистами Которые заложили В том числе Должные нормативы По прибыли Желтые заборы Которые ставят Сейчас на улицах Города Кирова Из профиля Спаян На Октябрьском проспекте Особенно много профилей Хорошо это или плохо? Вы знаете Желтые заборы Появились давно Они уже 10 лет устанавливаются Хорошо это или плохо? Когда первые появились Желтые заборы Они появлялись Действительно там Где нужно Оцениваю это Как хорошо Если мы Предположим Что вдоль Октябрьского проспекта Те чугунные Заборы Или решетки Которые есть Мы поменяем На эти желтые Это безусловно плохо Но это Опять же Можно говорить Что это Субъективное мнение Но вы спросили Мое особое Субъективное мнение Я считаю Что желтые решетки Из профиля Взамен чугунных Старых Красивых Это плохо Желтые решетки Там где их не было Совсем И они способствуют Безопасности Это хорошо Ну и последний вопрос Он глобальный Но требует Все таки Сейчас сжатого Ответа Последняя пресс-конференция Где был министр ЖКХ Министр экологии И природопользования Поставила Несколько вопросов Спрашивали журналисты О мусоропереработке И мусоросортировке В области Которые не запланированы Эти схемы Не предусмотрены И Позиция правительства Была следующей Что Алла Викторовна Объясняла Почему в области Не будет мусоропереработки Она говорила С одной стороны Государстве нет Механизмов стимулирования Этой составляющей Не знаю Что она имела ввиду А с другой Те инвесторы Что обращаются Своими деньгами Видимо И готовы строить Мусороперерабатывающие заводы Их проекты Неконкретные Не живые Нет бизнес планов Технологии Есть прожекты Как вы к этому относитесь Вот тут Водная небольшая Тот полигон В Осенцах Который Там уже много копий Сломалось Кто-то за Кто-то против Он ведь в том числе Предполагал И мусоросортировку Не переработку Сортировку Вопрос При сортировке Появляется Какой-то полезный материал Он как-то снижает Стоимость Услуги По сбору И вывозу мусора Нет Более того На эту сортировку Заложены Инвестиционные Составляющие В тарифе То есть мы с вами Платим за то Чтобы у нас забрали И еще и полезное Там что-то себе Определили И мы еще и Вот эту сортировочную Линию с вами Оплатим И еще и никто не хочет У нас в государстве Что-то не так работает Вот это все комментарии По этому поводу И дай бог Чтобы Жители региона Поискали тех Кто готов Что-то поменять И не говорить Все время У нас нет денег Давайте что-то Может быть В механизме Перенастроим Чтобы не предполагалось Что у нас Люди платят А инвестор Еще и приходить Не готов Да готовы приходить Но говорят Что они какие-то Неконкретные С неконкретными Планами И прожектами Они настолько Неконкретные Что значит Конкретные Неготовые у нас Мусоропереработки Не будет Рискну предположить Что в ближайшее время Нормальной сортировки Даже не будет Но вот это все то Над чем Знаете что меня Об этом удивило Что об этом говорит Министр экологии Природопользования А не министр экономики Или тот кто связан С бизнесом И прочее Посмотрите Почему на На плечи Министра экологии Это все Посмотрите на докладчиков Вот в ЗАГС собрание Порой приходят Представители правительства У меня раньше был вопрос Почему пришел Вот этот человек Они собственно Говорят тот кто Отвечает за То или иное направление Мне кажется Просто посылают По больным вопросам Тех кого не жалко А сейчас это происходит Все чаще и чаще То есть больных вопросов У нас много Та же пресловутая Мусорная реформа Во-первых Писалась черти как И там За пределами МКАДа Она практически не работает Во-вторых С реализацией проблемы У нас есть Три министерства Которые за это отвечают И абсолютно никак Не коммуницируют Между собой Лебедь, рак и щука Вот на выходе Мы получим то Что Мусорные свалки Мы сейчас уже получаем Мусорные свалки Задорого Я вам так скажу Тариф мы с вами Все равно будем оплачивать Владимир Костин Заместитель Председателя Заксобрания Кировской области Депутат от ЛДПР Был сегодня в особом мнении Всех благодарю Всем хорошего дня На микрофон Работала Светлана Занько Особое мнение На 101FM